Бисмиллахи рахмани рахим, альхамду лиллахи раббили алямин, хамдан ксирам, тайибан, мубаракан, фихи, ванусалли, ванусаллиму, аля набиина мухаммадин, ва алихи, ва сахбе, аджмаин, ва ба'аду. Прошлое занятие было первым занятием по замечательной книге и полезной книге Мухаммада, который называется Салататур-Усуль, Три Основы. На прошлом занятии мы разобрали с вами достоинства Таухида, почему мы начали изучение нашей религии с изучения Таухида, мы разобрали с вами достоинства книги, именно этой трех основ, почему мы с нее начали изучение наше. Мы разобрали с вами содержание книги, плоды изучения этой книги, и затем мы с вами приступили к изучению непосредственно этой книги и разобрали первую часть книги. Первую часть книги мы сказали с вами, что книга состоит из пяти частей. Первая часть книги — четыре вопроса. Мы сказали, что это краткое содержание суры Аль-Аср, те вещи, которые избавляют человека от убытка. Иман, включающий знания и деяния в соответствии со знанием. Третье — это что? Призыв к этому. И четвертое — это терпение на этом пути. С позволения Аллаха, Субхану и Тааль, мы продолжим изучение книги. Далее автор говорит. Субхану и Тааль, Субхану и Тааль, Субхану и Тааль, Субхану и Тааль, Знай да смилуется на тобой Аллах, что каждый мусульманин и каждая мусульманка обязаны познать следующие три вопроса и действовать в соответствии с ними. 1. Аллах создал нас, дал нам средства к существованию и не оставил нас, предоставив самим себе. Он отправил к нам посланника, и тот, кто подчинится ему, войдет в рай, а кто ослушается его, попадет в огонь. Доказательством этому является высказывание Всевышнего в Суре Аль-Музаммиль «Мы послали к вам посланника, свидетельствующего о вас, как послали к фараону посланника. И ослушался фараон посланника, и схватили мы его хваткой мучительной». 2. Аллах недоволен, когда кто-либо приобщает к нему равных в поклонении, будь то приближенный ангел или посланный пророк. Доказательством этого является высказывание Всевышнего в Суре Аль-Джин «Все мечети, все места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте никому наряду с Аллахом». 3. Кто подчинился посланнику и не приобщил равных к Аллаху, не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и его посланнику, будь то даже его самым близким родственникам. 4. Доказательством этого является высказывание Всевышнего в Суре Аль-Муджаддала «Среди тех, кто верует в Аллаху и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. 5. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он ведет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшее». Итак, автор говорит, «И'лам рахуна каллах» – «Знай да смилуется над тобой Аллах». Здесь мы видим опять дуа. Мольбу автора за читателя и за ученика. Мы сказали с вами, что автор молится за читателей и за учеников в этой книге три раза. Это второе место, запомним. Это второе место, где мы видим мольбу шейха за нас. «Так знай да смилуется над тобой Аллах, что каждый мусульманин и каждая мусульманка обязаны познать следующие три вопроса и действовать в соответствии с ними». Здесь начинается вторая часть книги. Мы сказали с вами, что книга состоит из пяти частей. Первая часть была посвящена четырем вопросам, которые изложены кратко в Сур-Аль-Ассар. Эта часть называется «Три вопроса». «Аль-Маса-Илю-Сталас». «Аль-Маса-Илю-Сталас». «Три вопроса». Мы с вами ранее говорили, что нужно отличать три вопроса «Аль-Маса-Илю-Сталас» от трех основ. От трех основ. Сал-Аль-Маса-Илю-Сталаса. Это не одно и то же. Три основы «Аль-Усталаса» — это что такое? Это вопросы могилы. Те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. А три вопроса «Аль-Маса-Илю-Сталаса» — это что? Три вопроса, которые упоминаются в этой части книги. Первый вопрос — это «Таухид аль-Рубубия» и «Таухид аль-Асма у васс-сифат». Второй вопрос — это «Таухид аль-Улю-Гия». Третий вопрос — это «Аль-Бара-Ату-Мина-Ширки ва-Аглиги». Перевожу. Три вопроса. Первое — это «Таухид аль-Рубубия» и «Таухид аль-Асма у васс-сифа». То есть единственность Аллаха в господстве и единобожие, связанное с именами, атрибутами Аллаха. Субханава-Тааля. Это первый. Еще раз. Первый вопрос какой? Это «Единобожие» связано с чем? С Рубубия, с господством. И «Таухид аль-Асма у васс-сифа» — «Единобожие» связано с чем? С именами и с сульфатами, атрибутами Аллаха. Это первый вопрос. Эти два вида «Таухида» входят сюда. Первый вопрос. Второй вопрос. «Таухид аль-Улю-Гия». Единственность Аллаха, субханава-Тааля, вправе на поклонение рабов. То есть единобожие, связанное с тем? С божественностью, с поклонением. И третий вопрос. «Баратумина щирки вагли» — «Отречение от щирка, от многобожия и от последователей многобожия». Вот это вот есть три вопроса, которые разбираются в данной части книги. Автор, как мы сказали во второй раз, молится здесь за читателя, потому что он желает всех благ читателям и ученикам своим. И автор говорит «Знай да смеются на тобой, Аллах, что каждый мусульманин и мусульманка». Почему? Автор подчеркивает, что это касается не только мужчин. Это касается женщин точно так же, как и мужчин. К сожалению, есть некоторое пренебрежение зачастую, что женщины не изучают религию, не изучают даже трех основ. Мужчины изучают, иногда доводят до жен своих, те, над кем смело селился Аллах, иногда ничего не говорят. А мужчина обязан учить свою семью, обязан учить свою супругу и своих детей. Так это касается не только мужчин, это касается и женщин. Обязаны знать, что? Следующие три вопроса. И поступать в соответствии с этими тремя вопросами. Мы сказали, что за вопросы. Первое – это что? Таухиид. В чем? В господстве. В именах и атрибутах. Второе – Таухиид. В чем? Улюгия. То есть в божественности, в достопоклоняемости, в поклонении. Третье – это что? Отречение от Ширка и последователей Ширка. Таухиид. Что такое Таухиид? То есть, когда изучаем религию, религиозные книги, когда доходит очередь до какого-то термина религиозного, как правило, сначала ученые упоминают значение этого слова в языке. То есть его языковое изначальное значение в арабском языке. Арабский язык был до низпослания Кур'ана, до прихода Мухаммада, был арабский язык? Да, был. Слово «было» – «было». Оно имело какое-то значение. Когда пришел ислам, это слово приобрело еще и другое значение какое. Особое религиозное шариатское значение. Например, слово «салат». «Салат» – «намаз». Было слово «салат» у арабов раньше, до того, как Аллах, субхану ва Тааля, вменил через Мухаммада, салаву салам, нам совершение пятикратного намаза. Было слово «салат»? Было слово «салат». У него было значение? Да, было значение. Какое значение? Дуа. Просьба. Мольба. Когда пришел шариат, пришел Куран, пришла сунна, это слово приобрело шариатское значение. Какое? Салат – это что? Вид поклонения Аллах, субхану ва Тааля, который начинается с чего? Начинается с таквира. С таквира – это храм, и заканчивается чем? Таслимом. То есть, салам и салам алейкум. Аллах, салам алейкум. Да, то есть, особый вид поклонения Аллах, совершаемый особым образом, начинается с чего? С таквира, заканчивается таслимом. Приобрело иное значение. Не так есть языковое значение, а есть какое? Шариатское значение. Понятно. Просто дальше, когда мы будем с вами говорить языковое значение, шариатское значение, чтобы никто не удивлялся и не задавал вопрос, как это так? Что значит языковое, что значит шариатское? Так, слово тавхид, его языковое значение. Что такое тавхид? Тавхид. Слово тавхид. Это от глагольное существительное. От глагола ваххада. От глагольное существительное. Что такое? По-арабски масдар. Глагольное существительное, по-арабски «масдар». От глагола «вахада». «Вахада» – делать что-то единым, единственным. По-арабски «вахид» – это один. Хорошо? «Вахид». «Вахада» – делать что-то единым, единственным. А это от него глагольное существительное. То есть делание чего-то или кого-то единственным. Например, глагол «читать». Русский глагол «читать». Какое от глагольное существительное? Чтение. Процесс сам. Правильно? Процесс. Чтение. Писать. Письмо. Хорошо. Дальше. Прыгать. От глагола существительного. Нет, прыжок – это скорее прыгание. Хорошо. И так далее. Понятно? Так в арабском языке есть. Глагол «вахада» от него, от глагола существительного «тавхид». «Вахада» – то есть делать что-то единым, единственным. «Тавхид» – делание чего-то единым, единственным. Понятно? Это языковое значение. Но главное – это не определение языковое, как там в языке. Главное – это шариатский термин. Шариатское значение – это вот слово, а не языковое. Потому что поклоняемся мы Аллах, субханава та'аля, непосредством языка. Хорошо тут. А именно посредством чего? Посредством шариата. Посредством религии. Поэтому нас волнует шариатское значение. Поэтому давайте сейчас мы разберемся с вами, что такое «тавхид» в исламе. Терминология шариата. «Тавхид» в шариате. «Ифраду Аллахи бима яхтасубихи мина рубубия валь-улухия валь-асмай вассифат». Еще раз говорю по-арабски. «Ифраду Аллахи бима яхтасубихи мина рубубия валь-улухия валь-асмай вассифат». Итак, «тавхид» с точки зрения шариатской терминологии. Это признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему. Признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему. Будь то господство рубубия, божественность, достопоклоняемость валь-асмай валь-асмай вассифат. Вот это вот определение тавхида, которое мы должны знать. Если вас спросят, что такое брат тавхид, люди начинают говорить разные вещи, что такое тавхид. Это определение нужно выучить. Еще раз я говорю, что такое тавхид. Тавхид это, с точки зрения шариата, признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему. Включая господство рубубия, божественность улугия и имена и атрибуты. Понятно? Это тавхид. Когда ты признаешь, что Аллах единственен в том, что присуще только Ему, что является Его исключительной особенностью, Его исключительным правом. Хорошо? Признаешь Его единственность в том, что присуще Ему именно, все это и есть тавхид. А в чем единство присуще Аллах субхану атаалю? В рубубия, в господстве Он единственный Господь. В чем еще? В улугия, в божественности Он единственный, кто заслуживает поклонения. Единственный Бог, заслуживающий поклонения. Еще в чем единство? В Его именах божественных и в Его божественных сайфатах. есть качествах атрибутах понятно для тех кто может быть это слышат первый раз в первый раз может быть немножечко сложно но когда это все уяснится потом вы поймете важность этого и красоту этого и простоту этого из этого определения из это определение толпе да вы можете понять что толпе делится ли состоит из трех частей есть три вида толпе да три части толпе да все они важны все они являются неотъемлемой частью толпе да так три вида толпе да у нас есть толпе и робубия единобожие связанное с господством толпе и аль-улюхия или ибо да его еще называют то есть единобожие связано с божественностью с поклонением с правом аллах на поклонение до достопоклоняемостью его и третий вид того вид это то вид какой аля снова сифа то есть то вид имен и атрибутов связаны с именами и атрибутов три вида толпе да давайте поговорим о каждом из них кратко дадим определение так первый какой вид толпе да то вид руби я что такое от того хейта руби я толпе это руби я его и фронт ифраду ллахи би афаалихи ау бил хальк воль мульк ваттадбир еще раз ифраду ллахи би афаалихи ау бил халк воль мульк ваттадбир перевожу тухид связаны с господством это то есть тухида руби я признание единственности аллаха в его действиях или иначе говоря в сотворении аль хальк во власти аль мульк тадбир в управлении в устроении вселенной хорошо еще раз что такое тухида руби я тухида руби я признание единственности аллаха в чем в его действиях его действиях а именно иначе говоря в чем в сотворении аллаху по наталья единственный творец фильм ольк во власти аллаху по натали единственный властелин в мироздании единственного стиль по nya всего сущего единственности state b to б и tuett же управление мирозданием устроения его аллахуentалии единственной в это это тухида руб заня ясно руб аби я господство от слова раб раб господь аллахown to rob господь то есть единственный творец единственный властелин единственный устроитель ясно это был первый вид оффида второй вид того и да какой-то улухи я его эфраду лаги беля и бада аубе афрали лейбад еще раз эфраду лаги беля и бада аубе афрали лейбад по-русски то виду лаги ятов и связаны с большинство это признание единственности алла в праве на поклонение ему признание исключительного права allah subhanahu wa ta'ala на чьё-либо поклонение или иначе говоря его права на религиозные деяния рабов еще раз тухи и талюлухия это признание исключительного права allah subhanahu wa ta'ala на поклонение ему или иначе говоря право на религиозные действия рабов первый вид оффида таффида рабубия был связан с чем признание единственности аллах в чем в его действиях в его действиях allah subhanahu wa ta'ala только он творит только он управляет только он владеет этот вид оффида связан с действиями кого рабов первый вид оффида связан с действиями allah subhanahu wa ta'ala этот связан с действиями рабов людей с их религиозными действиями они свои религиозные действия должны посвящать только allah subhanahu wa ta'ala кто имеет исключительное право на посвящение ему действий рабов религиозного плана allah subhanahu wa ta'ala ясно это или нет и так то хейдер и и что это такое это признание единственности allah вправе на поклонение ему или иначе говоря на вправе на религиозные действия рабов любое религиозное деяние человека должно быть посвящено только allah subhanahu wa ta'ala он единственный вправе на это деяние то что посвящали ему эти деяния дальше следующий вид оффида какой то есть единобожие связанное с именами и атрибутами allah subhanahu wa ta'ala это множественное число слово ism то есть имя имена ассифа от сифа то есть атрибуты до allah subhanahu wa ta'ala что такое то ухитер асмава сифа от хува ифраду аллахи бима самма ва уасафа бихи нафса у фи китабе ау аля лиса не расули это признание единственности аллаха в обладание теми именами и теми атрибутами которыми он охарактеризовал себя в своей книге или устами своего посланника еще раз я говорю что такое то ухитер асмава сифа это признание единственности аллах в чем в обладании теми именами и теми атрибутами которыми он описал охарактеризовал себя где своей книге в куране или устами своего посланника то есть в суньи мухаммада салла лава алей его саллим и выражается этот тухи это фитер асмава сифа от в чем как как вы выразить в чем выражается поэтому дальше сказано вазали кабе из батма ас батали на все его нафима на фон на все мин гаири тахриф валя тапы валя таки поля там все и выражается это в чем выражается в подтверждении того что подтвердил аллах в отношении себя и в отрицании того что отрицает аллах в отношении себя без четырех вещей избегая четырех вещей это искажение тахриф второе отрицание тапы третье вопроса как то есть придание образа какого-то определенного в сознании твоем четвертое что там сииль без уподобления еще раз говорю сначала когда это слышится первый раз и произносится первый раз кажется сложной как-то может быть тяжело ложится мы могли повторять это много-много-много раз иншаллах из книги в книгу иншаллах при изучении книг и это уложится иншаллах очень хорошо я еще раз повторяю что такое талхид аль асмава сафат это признание единственности аллах в обладании именами и атрибутами которыми он описал себя в своей книге или устами своего посланника и выражается он в чем подтверждение того что подтвердил аллах в отношении себя в отрицании того что отрицает аллах в отношении себя с избеганием обязательным четырех вещей каких-то хриф искажения второе отрицание топы по-арабски третье таких вопрос как каким образом четвертое там сииль уподобление атрибутов аллах атрибутам творений такиев от слова кейф как это какой-то ухит то ведь аль асмава сафат и так-то хитара снова сафат мы сказали это признание единственности аллах в обладании именами атрибутами которыми он написал себя в своей книге или устами своего посланника и выражается он в подтверждение то что подтвердил аллах в отношении себя это по-арабски избат отрицание того что отрицает аллах в отношении себя в арабский нафи без четырех вещей избегая четыре вещи это искажение когда люди говорят например рука аллаха это мощь это могущество это искажение без отрицания без отрицания когда люди отрицают какой-то из атрибутов аллах субханава тааля без чего вопроса как когда люди говорят как это аллах совершил истива вознесения над престолом как как образ этого хорошо без вопроса как потому что образы этого не постижим для человека образ атрибутов аллах непостижим для человека также как сама сущность аллах непостижим для человека аллах нельзя представить нельзя представить себе его атрибуты хорошо без вопроса как И без чего? Без уподобления. Когда кто-то берет и уподобляет Аллаха творением и говорит слух Аллаха, как слух творений. Или длань, рука Аллаха, как рука творений и так далее. Без уподобления. Потому что нет никого подобного ему. Это таухид аль-асмава с сифат. Сейчас мы с вами только сказали в общем определение, в общем, что такое. Разъяснение этого, иншаллах, будет далее при изучении последующих книг. Вот это определение, которое мы дали с вами тому, что такое таухид аль-асмава с сифат. Едина Божия связана с именами и атрибутами. Дает нам понять очень важное правило. Какое? Имена и атрибуты Аллаха, они таухифия. Что такое? То есть здесь нужно придерживаться строго-строго только того, что сказано в Куране и Сунне. Еще раз, в этом вопросе имен Аллаха, атрибутов Аллаха. Какой Аллах, субханава тааля? Какими качественными атрибутами он обладает? Здесь мы обязаны строго-настрого придерживаться того, что сказано в Куране и Сунне. Аллах знает, какой он. Творения не могут знать, какой Аллах, субханава тааля. Поэтому, как Аллах сказал о себе в Куране и Сунне, вот этих рамок и придерживайся. И ни в коем случае не переходи за рамки аятов и хадисов. То есть останавливайся строго у той грани, которую установил Аллах, субханава тааля. У этой грани. Какой грани? Куран, Сунна. Все. Как Аллах сам описал себя. Вот на это указывал имам Ахмад, что мы, сунна и субханава тааля, не переходим за рамки аятов и хадисов, за рамки Курана и Сунны. В чем выражается этот таухид? Мы сказали с вами, что мы обязаны признавать, подтверждать то, что Аллах, субханава тааля, подтверждает в отношении себя. Аллах, субханава тааля, говорит про себя, что он слышащий, мы подтверждаем, что он слышащий. Аллах подтверждает, что он всевидящий, мы подтверждаем, что он всевидящий. Аллах, субханава тааля, говорит, что у него есть лик, сообразный его видящий, мы подтверждаем, что Аллах, субханава тааля, есть лик. так подтверждаем то что подтвердила и отрицаем то что отрицает аллах уране листами своего посланника в отношении себя allah subhanter отрицает наличие у него ребенка и мы тоже отрицаем наличие поэтому lots of natale ребенок allah subhanu atale отрицать в отношении себя зульм то есть несправедливость и мы тоже отрицаем отношения вашу она дала зульм несправедливость Аллах отрицает в отношении себя сон и дремоту, кстати правильно дремота все-таки, по изысканию, отрицает в отношении себя, это мы тоже отрицаем, хорошо? Здесь одна тонкость очень важная, внимательно, если Аллах отрицает что-то в отношении себя, отрицает посланник Аллаха что-то в отношении Аллаха, мы тоже отрицаем, но здесь очень важно, обязательно, когда мы отрицаем, мы подтверждаем в отношении Аллаха то, что обратно вот этому отрицаемому, в его совершенном виде, мы с вами говорили об этом, когда изучали Арбайна Навува. То есть, отрицание, когда мы отрицаем что-то в отношении Аллаха, мы не просто отрицаем, отрицая, мы что делаем? Подтверждаем обратное, причем в его совершенном виде. Если мы отрицаем в отношении Аллаха, субханна тааля, вульм, несправедливость, это просто отрицание, просто отрицание не будет совершенством, не будет похвалой. Мы говорили с вами, если мы отрицаем, что эта стена делает несправедливость, это похвала в адрес этой стены? Похвала? Нет, не похвала, потому что она и не может делать ничего. Если какой-то слабый человек, ни на что не способный, отрицаем в отношении его зульм, что он поступает несправедливость, то похвала тоже не похвала. Хорошо? Поэтому просто отрицание это, не похвала и несовершенство, отрицание обязательно с утверждением чего обратного. Аллах отрицаем в отношении его зульм, потому что утверждаем в отношении него что? Абсолютную совершенную справедливость. Да? Адрес. Ясно? Отрицаем в отношении Аллаха, субханна тааля, сон и дремоту. Просто отрицаем сон и дремоту. Стена тоже не спит это. Ну и что? А? Нет. Утверждая обратное в его совершенстве. А именно что? Отрицая сон. Что мы утверждаем? Совершенную жизнь. Что Аллах, субханна тааля, он обладает совершенной жизнью, совершенным сидержительством, совершенным существованием. Хорошо? Это правило здесь. Здесь очень важно подчеркнуть одну вещь. Все ученики, искатели знания, они должны обращаться к ученым раббаниим. Помните, мы говорили с вами, набожные ученые, наставники, духовные, которые обучают людей, что? Сначала основам знания, прежде сложного знания. Итак, ученик, он должен обращаться всегда к уляма, к ученым раббаниим, набожным наставникам, имамам. Согласно аяту и суры женщины, которые с вами приводили в прошлый раз. Поэтому ученику нужно запоминать, учить те определения, которые дают ученые. Когда я вам дала эти определения, это не значит, что здесь есть свобода, кто хочет, так и говорит. А я решил такое дать определение, а я решил дать другое определение. Нет. Ученик должен придерживаться учить те определения, которые дают ученые. Например, если тебя спросили, что такое тагут? что так вот так вот скажи как сказал ибнуркаим рахималат аля дай то определение которое дал что набожный ученого что сказал это все в отношении чего рад переходит установлен для него границы будь то поклонение или подчинение или следование кто дал это определение и ты тоже говорит и так ученику нужно что пока он учится учить запоминать приводить те определения которые дали рулема ученые набожные когда ты станешь ученым иншаллах станешь алим укрепишься в знании станешь ученым вот тогда уже делай что хочешь вот тогда уже можешь дать свое какое-то определение а пока что пока придерживайся тех определений которые дали ученые предшественники понятно есть какие-то вопросы до этого момента нет вопросов дальше разбираем теперь вот эти вот три вопроса первый вопрос был какой то вид руби я господство и имен и атрибутов это был первый вопрос что говорит авторах мало то ли он говорит аллах создал нас дал нам средства к существованию и не оставил нас предоставив самим себе он отправил к нам посланника и тот кто подчиниться ему войдет в рай тут кто слушается его войдет в ад адский огонь и доказательство этому довод на это слова всевышнего и нарсальна илейкум расула чайда налейкум мы послали к вам посланника в качестве свидетеля над вами камер солна илья фирауна расула так же как отправили к фараону посланника фааса фиром нур-расула фаха знаху ахзам вабиля но ослушался фараон посланника и мы схватили его хваткой мучительной так это то что автор сказал про первый вопрос что он говорит аллах создал нас дал нам средства существованию это все же о чем речь сейчас идет о каком-то ухиде а тавида рубубия тавида господства что аллах он есть единственный господь араб он создатель единственный он единственный наделитель разек он единственный управляющий всем он единственный устроитель он который оживляет он который умершляет если так если он единственный господь то есть если он единственный творец у анута если он единственный кто наделяет и кто управляет и кто владеете кто оживляет и умершляет значит он единственный кто заслуживает и чего поклонение ему это правило очень важно очень часто в куране аллах сапанова таля приводит в качестве довода аргумента вот этим вот мушриком которые поклоняются наряду салам кому-то еще взывают на ряду салам кому-то еще посвящают обеты жертвоприношения кому-то наряду сала субханатар Аллах приводит им в качестве аргумента этим мушриком в качестве довода что если вы признаете талхита рубубия что Аллах он единственный Господь творец создатель тогда вы обязаны также признать и талхит алюлюхия что Аллах субханатар Аллах он единственный кто заслуживает поклонения дальше автор говорит и Аллах будучи творцом будучи наделителем будучи управителем оживляющим умершляющим обладающим господством и прекрасными нами и высочайшими атрибутами Аллах при этом по своей милости не оставил нас без присмотра то есть вот так вот предоставлены мы сами себе живем без приказов каких-то от Аллах без запретов каких-то от Аллах нет нет такого Аллах субханатар Аллах отправил к нам позаботившись о нас посланников пророков мир им благословения от Аллах субханатар Аллах и вот кто подчинится посланнику плод этого рай он войдет в рай в райские сады где он не испытает никаких мук не испытает страха не испытает печали а кто ослушается посланника тот войдет в ад допасет Аллах субханаллах тот кто ослушался тот отказался пророк алей саду сарам сказал вся моя умма войдет в рай кроме тех которые отказались субханаллах когда сподвижники услышали это они удивились как это так ну кто откажется от рая как может быть это отказ от рая прокалей саду сам объяснил кто подчиняется мне тот войдет в рай а кто ослушивается тот отказался вот он и есть отказавшийся от рая послушается посланника Аллах саллаху алей саллах и автор дальше приводит что здесь смотрите свои листочки автор приводит довод автор приводит доказательства на свои слова когда он сказал что Аллах субхану атааля создал нас и наделил но не оставил нас предоставленными самим себе отправят на посланника автор приводит далиль как всегда мы говорили с вами обыкновение автора когда он что-то говорит он обязательно подтверждает свои слова доводом чтобы приучить нас к следованию доводу курану сунне и по другим причинам какой довод приводит аят из курана которым сказано что Аллах субхану атааля отправил к нам мухаммада саллаху алей салям в качестве свидетеля над нами так же как до этого Аллах субхану атааля отправил к фараону посланника какого посланника мусс алей салям мусс алей салям передал фараону послание Аллах субхану атааля но фараон и его народ ослушались посланника не подчинились посланнику и тогда схватили мы его сказано мучительной хваткой То есть после уведомления, после предъявления довода, после этого только Аллах схватил фараона и его народ и подверг их мучительному наказанию, мучительной каре. И никого мы не наказывали, пока не посылали посланника. То есть пока не приходил от Аллаха довод через посланника, Аллах никого не наказывал. Это очень важно. Фараона просто так Аллах субханаталя взял и наказал? Нет. После того, как он был предупрежден. Пришло к нему уведомление только после этого. Посланников, говорит Аллах, отправили посланников, благовествующими, то есть передающими благую весть, и увещевающими, то есть предупреждающими от наказания. Чтобы не осталось у людей оправдания перед Аллахом, довода против Аллаха после прихода посланников. Пришли посланники, все передали, и у тебя не осталось довода. Итак, в этом вопросе, в первом вопросе, что кратко изложено? Таухид ар-рубубия и алясма ва-сифат. Таухид господства, имен и атрибутов Аллаха субханава та'аля. Второй вопрос. О чем? Второй вопрос. Таухид ар-рубубия. То есть единственность Аллаха субханава та'аля в чем? Праве на поклонение ему, или иначе на религиозные действия рабов. Что говорит автор? Аллах недоволен. Это слова автора, смотрите, у вас там написано. Аллах недоволен, когда кто-либо приобщает к нему равных в поклонении. Будь то приближенный ангел, или отправленный пророк, или посланный пророк. Так Аллах недоволен, когда наряду с ним кому-то еще поклоняются. Когда кого-то предается товарищ ему в поклонении, когда предает равных ему в поклонении. Хоть это приближенный ангел. Сам Джибриль, или Микаиль, или Исрафиль. Если человек поклоняется Джибрилю, или Исрафилю, или Микаилю. Аллах субханава та'аля недоволен этим. Или это будет посланный пророк. Пусть это будет самый лучший из пророков и посланников. Мухаммад салаллаху салам. Если кто-то поклоняется Мухаммаду, Аллах недоволен этим. Итак, Аллах недоволен тем ширком, кого бы ни приобщали к нему при этом в поклонении. Сказано, Аллах недоволен, когда приобщают к нему кого-то, будь то ангелы, будь то праведники, будь то пророки, будь то правдивейшие, будь то шагиды, будь то джины, кто бы ни был, поклоняться никому наряду с Аллахом нельзя, Аллах этим недоволен. И дальше автор что? Приводит тоже доказательства на это предложение, на эти свои слова. На второй вопрос. Второй вопрос, то есть, какое доказательство приводит автор, рахмаллаху, из суры, аль-джин. Из суры, аль-джин. Это надо запомнить, иншаллаху, по-арабски. Даже те, которые не учат по-арабски, я прошу, постарайтесь запомнить по-арабски. Это всего несколько слов. У анна л-масаджида лиллах, фала таджуума Аллахи ахада. Поистине, масаджид, мечети принадлежат Аллаху, фала таджуума Аллахи ахада. Так никому не поклоняйтесь, не взывайте наряду с Аллахом. Посмотрите. У анна л-масаджида лиллах, поистине, мечети принадлежат Аллаху, фала таджуума Аллахи ахада. Не обращайтесь с мольбами и с поклонением никому, кроме Аллаха. Ахада. Арабское слово ахада. Ахад это что? Куль гу в Аллаху ахад. Ахад это что? Скажи он Аллах единственный. Ахад это один, единственный. Итак, слово ахада здесь. Немножко мы коснемся арабского языка. В арабском языке слова бывают в определенном состоянии и неопределенном состоянии. Неопределенное состояние накера, по-арабски определенное состояние ма'рифа. Что это значит? Например, у нас есть книга. Книга. По-арабски как книга? Китаб. Да? Без артикля аль. Это в неопределенном состоянии. То есть какая-то неизвестная книга. Когда аль добавляется, становится аль-китаб, тогда уже речь идет о чем-то определенном, о какой-то определенной книге. Так вот здесь слово ахада. Смотрите, ахад. Оно с артиклем аль. Аль-ахад сказано. Нет. Ахад. В неопределенном состоянии. Правильно стоит? Без артикля. Вот это правило, что если какое-то слово стоит в таком неопределенном состоянии, без артикля аль, в каком-то предложении, где есть запрет, то это слово дает значение всеобщности, всеохватности. Фа ла таду ма Аллахи ахада. Не взывайте наряду с Аллахом ахада. Без определенного артикля. В каком контексте? Запрет. Ла таду. Правильно? Запрещает Аллаху Субхану Ахаду. Дает значит слово ахада какое значение? Всеобщности. Значит, любой, кто кроме Аллаха, нельзя поклоняться Ему. И когда кто-то, кто взывает пророка Али-Иссалату Субхану возле его могилы, когда ему говоришь, нельзя, это ширк, он говорит, ширк это когда идолам поклоняются. А я прошу у самого посланника Аллаха, говорит он, или идет на могилу к какому-то святому и говорит, все эти запреты на ширк, это касались идолов, камней, которым поклонялись мушрики. А я тут святому человеку пришел, у него попросить. Мы скажем, не взывай, наряду с Аллахом. Ахада. Неопределенное состояние в контексте запрета дает значение всеобщности. Никому, значит. И нет никакого исключения, помимо Аллаха. Нет исключения. Ни ангелы, ни пророки, ни джинны, ни праведники, ни святые, ни что. Ни солнца, ни луна. Понятно? Это очень важно. Фала тадуум Аллахи ахада. Дальше сказано, все мечети принадлежат Аллаху. Что значит все мечети принадлежат Аллаху? Аль-массаджид. Массаджид. Мечети. Множечное число слова масджид. Массаджид. Три значения есть у этого слова, о котором я спрошу, иншаллаху тааля. Массаджид. Либо подразумевается мечеть, то есть возведенная мечеть, здание для поклонения Аллаху, субхану Таалли, когда возводится мечеть. То есть вот эти вот возведенные мечети, возведенные для поклонения в них. Для кого они возведены? Для поклонения в них кому? Пророку? Ангелам? Нет. Только Аллаху, Субханава Та'аля. «Уанна ал-массаджид» или «А мечети принадлежат Аллаху». Только их возверили для того, чтобы в них поклонялись только Аллаху. Это первое значение слова «массаджид». Какое? Вот эти вот возведенные мечети, в которых поклоняются люди, здания. Второе «аль-массаджид». Второе значение слова «массаджид» или «массаджид». Всякое место, где человек совершает намаз, где он совершает суджуд, называется «массаджид». Если мы решили сейчас вот здесь сделать намаз, это место будет называться, как являться для нас. Мы возьмем его своим чем? Массаджидом. Это второе значение слова «массаджид». Доказательство проколей Саутусам сказал «джорят иль арду массаджидан ватагура». Вся земля сделана для меня «массаджидом», то есть местом, где делается намаз, суджуд, и чистой, очищающей. То есть мы с землей берем что? Таиммом. Да, мы берем, если нет воды. Итак, массаджид. Второе значение. Всякое место, которое человек взял для чего? Для совершения на нем намаза или суджуда, для совершения на нем поклонения. Понятно? Вот где бы ты ни делал суджуд, это будет массаджид. Так вот, любой массаджид, где бы ты ни делал суджуд, ради кого? Кому это принадлежит? Аллаху, субханаму атаалю. Поклоняться только Аллаху. Это второе значение. Третье значение слова «массаджид». Ваннальмассаджидарилиля, поистине массаджид, мечеть и принадлежат Аллаху. Третье значение слова «массаджид» — это те органы, на которые совершает человек суджуд. На какие семь органов человек совершает суджуд? Сколько их всего этих органов? Семь, машаллах. Семь органов. Вы сказали сначала что? Лоб и нос. Это как одно, да? То есть лицо. Два колена. Это три. Дальше. Две ладони, две кисти. Это сколько? Пять. И две стопы. Это семь. Так, эти органы, на которые осуществляется земной поклон, называется тоже массаджид. Массаджид. Хорошо? Кто создал эти органы? Кто даровал их тебе? Аллах, субханава тааля. Поэтому нельзя использовать эти органы для суджуда, для поклона не Аллаху, субханава тааля, а кому-то другому. Нельзя. Так, этот вопрос, второй вопрос, вкратце, это какой вопрос? Вопрос тавхид алюлюхия. То есть, Едина Божия в чем? В поклонении. Поэтому его называют еще тавхид аль-ибада. То есть, тавхид в поклонении, в айбада. Аллах не хочет, чтобы кого-то предавали ему сотоварищи в поклонении. Чтобы ему поклонялись кому-то наряду с ним. Вот именно в этом, именно в этом не соглашались с пророками, с посланниками их общины, к которым они приходили. Посланники приходили к людям, они говорили, что Аллах Господь. Те, кому они были посыны, не отрицали это. Они соглашались с этим, что Аллах Господь, что Аллах Создатель. Но они не хотели согласиться с посланниками в том, что поклонения и мольбы, другие виды поклонения только к одному лишь Создателю. В этом они не могли согласиться. И говорили, что многочисленные объекты поклонения, многочисленных богов, он свел к поклонению одному. Они признавали, что Аллах Субханава Таалю, он Творец, Создатель, что все зависит от Аллаха. Но при этом они кому-то взывали наряду с Аллахом, кому-то поклонялись наряду с Аллахом Субханава Таалю. Именно в этом они соглашались с пророками. Именно из-за этого пункта, из-за этого второго вопроса, шла борьба между посланниками и теми мушриками, теми общинами, которым они были посланы. Они признавали господство Аллах Субханава Тааля, даже они поклонялись Аллах Субханава Тааля. Мекканцы, мушрики, язычники в Мекке, разве они не поклонялись Аллаху? Курощиты, поклонялись Аллаху. Совершая некоторые виды поклонения, ибадатов для Аллаха. И тальбия их начиналась со слов «Ляббейк Аллахума, ляббейк». Вот я перед тобой, Аллах, вот я перед тобой. Но при этом, хоть они поклонялись Аллаху, наряду с Аллахом, они поклонялись также другим божествам. Поклонялись святым, поклонялись джинам, поклонялись ангелам, поклонялись идолам и так далее. Хорошо? То есть предавали Аллах Субханава Тааля, за товарищей в поклонении. Поэтому пророк, алейсалатусалам, боролся с ними. Боролся из-за «Ля, Иляха, Иля Аллах». И говорите, люди «Ля, Иляха, Иля Аллах», и тогда вы спасетесь. То есть отвергните поклонение кому-то, кроме Аллаха. Так это был второй вопрос. О чем был второй вопрос? Тов и дурагия. Третий вопрос. Сказано здесь, автор говорит, «Кто подчинился посланнику и не приобщал Аллаху равных, это у нас что? Кто подчинился посланнику, это в каком вопросе было у нас? В первом вопросе. Помните, Аллах создал нас, наделил нас, не оставил без предоставления самим себя, отправил к нам посланникам, кто подчинился им, войдет в рай, кто ослушался, войдет в ад. Итак, кто подчинился посланнику? То есть первый вопрос он сделал. Молодец. Живет по первому вопросу. Притворил его. И не приобщал равных к Аллаху. Это что, какой-то ухит? Второй. Тов и дурагия. Второй вопрос. Первый, второй вопрос. Машаллах. Выучил и действует по нему человек. Машаллах. Но этого недостаточно. Третье должно быть. Не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду. К Аллаху, Его посланнику. Не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду. К Аллаху, Его посланнику. Будь то даже, будь то даже его самым близким родственникам. Доказательства. Потом доказательства приводят слова Всевышнего Аллаха. Из какой суры? Аль-Муджадиля. Сура Аль-Муджадиля. Читайте, брат, пожалуйста. Итак, третий вопрос. Что если ты подчинился посланнику, если ты исповедуешь талхид и поклоняешься только Аллах, на тебе лежит обязательно третья вещь. Без нее никак. Третья вещь это баратумина ширки в Аглии. Отречение от ширка. От многобожия и от последователей многобожия. От поборников многобожия. Ты должен отречься от них. Если есть верующий человек, верующий человек, верующего ты обязан любить полной любовью. Неверующего человека, отвергающего Аллаха, отвергающего Едина Божия, отвергающего Коран, отвергающего посланника, неверующего человека, ты не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду. К Аллаху, его посланнику. Ради Аллаху. Ради Аллаху. Не ради каких-то личных вопросов. Ради Аллаху. Остается третья категория людей. Верующий, верующий, понятно. Неверующий, понятно. Грешный. Грешный, но мусульманин. Грешный мусульманин. Фасид. Как быть с ним? Его мы любим за его веру. И наоборот, ненавидим за его грехи, за его нечестие. Это отношение к нему. Понятно? Грешника, мусульманина, но грешного, нечестивого, мы любим его. За что? За то, что в нем есть из имана, из ислама. За это любим. И ненавидим его за что? За его грехи. Так, в первом случае что? Полная любовь. Во втором случае что? Ненависть и отречение. В третьем случае что? Любовь за веру и ненависть за что? За грехи. Так, отречение Альбараа. Это третий вопрос. Очень важный вопрос, на самом деле, о котором много говорит Аллах. Субханна Атали. Вопрос, который нужно правильно понять. Вопрос, в котором очень многие заблуждаются, делают неправильные выводы. Либо в одну сторону отклоняются, либо в другую сторону отклоняются. А ислам мы знаем, это религия чего? Религия середины. Так, отречение очень важный вопрос. Без него нет таухнида. Отречение бывает посредством трех вещей. Первое, это сердце. Второе, это язык. Третье, это что? Это твои органы. Отречение сердцем. Внимательно. Отречение сердцем состоит в чем? В том, что ты не любишь тех, которые враждуются Аллааму и его посланникам, которые отвергают Аллаха Единобожию. То есть не любишь неверующих. Не любишь неверующих. Ненавидишь. Ты ненавидишь обряды различные их, различные празднества, различные какие-то церемонии их, и религиозные традиции, связанные с многобожием и так далее. Это ты все ненавидишь. Их ересь, их многобожие, проявления многобожие, обряды. Ты все это что? Ненавидишь. Это чем? Сердцем. Второе. В чем отречение выражается? Чем? Языком. Языком ты говоришь об этом. Говоришь Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь. Кроме Аллах Суфанаму и Таалю. Или говоришь Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Говоришь Вам ваша религия, мне? Моя. Это ты объявляешь чем? Языком. Устами. Понятно? Третье. Отречение посредством, теперь мы сказали чего? Органов. Что это значит? Это значит, что ты не участвуешь в их религиозных обрядах языческих. Ты не участвуешь в их празднествах. Ты не участвуешь в их ереси. Отдаляешься от этого. Ты не носишь присущую им именно как специфическую их, специфическую одежду. Ты не смотришь на них восторженно. Потому что Ибрагим, ханиф, халиль Аллаха, возлюбленный Аллаха, что он сказал, обращаясь к Аллаху Суфанаму и Таалю? Отдали меня и потомство моё, детей моих, от поклонения идолов. Отдали меня и потомство моё от поклонения идолов. То есть, сделай меня, ваджнубния, слово джаник, сторона, сделай меня в одной стороне, а их в другой стороне. Идолы поклонников в другой стороне, я не хочу быть с ними, не хочу участвовать с ними в их обрядах, в их празднествах, не хочу одевать присущую им одежду, я не хочу быть с ними. Отдали меня от них. Они в одной стороне, я в другой стороне. Имам Ахмад Рахмад говорил, когда я вижу неверующего, то я зажмуриваю глаза. Я закрываю глаза, страшась увидеть врага Аллаха. То есть, человек, который враждует с Аллахом, Создателем, с Господом миров, я не могу на него смотреть, говорит Амам Ахмад. Я закрываю глаза, боясь увидеть кого? Того, кто враждует с самим Аллах. Не хочу видеть его, почему? Потому что враг Аллах, моего Создателя, его Создателя. Поэтому, братья, нужно отличать друг от друга две вещи. Две вещи. Многие люди не отличают, не могут провести эту разделительную черту между двумя вещами. До вопроса. Вопрос призыва, да, уа, это один вопрос. Вопрос тесного общения, участия в празднествах, восхищения неверующими, их культурой и так далее, это другой вопрос. Люди не проводят почему-то грани. Так, первое, да, уа, да, мы призываем их, призываем их с мудростью, призываем их с терпением. Мы обязательно должны в отношении неверующих соблюдать принципы справедливости. Мы не имеем права совершать зульм, то есть несправедливость, никому. Любой неверующий, мучрик, язычник, мы не имеем права поступить с ним вероломно. Не имеем права нарушить справедливость. Мы обязаны придерживаться справедливости. Обязаны. Если какой-то у нас есть договор, мы обязаны его соблюдать честно, порядочно. Более того, те из них, которые не враждуют с нами, которые из-за нашей религии, к ним, помимо того, что мы соблюдаем справедливость в отношении каждого из них, к этим еще мы и как относимся? Мы делаем для них добро. Аллах, Субхану Тааля, говорит, что не запрещает нам делать им добро. Мы делаем им добро, тем самым привлекая их сердца, привлекая их сердца к истине. Мы показываем им прекрасную нравственность нашу, исламскую. Мы показываем им нашу доброту, наше терпение, нашу честность, нашу порядочность и так далее. И мы призываем их, потому что наша обязанность призывать их спасать этих людей от чего? От ада. Если люди подошли к краю адской явы, мы должны удержать. Это милость на самом деле, это самая лучшая милость на самом деле, лучшая привлекая милость. Но это вопрос чего? Да, это одно. Но не нужно путать с этим вопросом вопрос тесного общения. Люди начинают тесно общаться, начинают участвовать в их каких-то празднествах, в каких-то обрядах каких-то религиозных, языческих. Начинают восхищаться их одеждой, модой, исследовать их моде. Начинают восхищаться их культурой и так далее. Вот это вот недопустимо. Это противоречит чему? Принципу Альбараа, то есть принципу отречения. Воплощение принципа отречения вот такой должно быть, как мы с вами сказали. И после этого, конечно, удивляют люди, которые относят себя к исламу, относят себя к таухиду, но которые развлекаются просмотром западных сериалов каких-то, или чемпионатов каких-то, или каких-то соревнований, где они восторгаются актерами, язычниками, где они восторгаются какими-то игроками. Если ты хочешь быть из счастливых, а в аяте что сказано? Они счастливые, те, которые отрекаются от тех, кто враждует, салам и посланникам. То есть, если ты хочешь быть из счастливых, дальше там сказано в аяте что? Хизбуллах. Они есть партия? Аллах. Хочешь быть из партии Аллах? Дальше, что сказано в аяте? Аллах доволен ими, они довольны Аллахом. Хочешь быть из тех, кем доволен? Аллах. Тогда ты должен воплощать вот этот принцип отречения, чем сердцем, от щирка, от нога Божия и приспешников его, сердцем, языком и органами. К сожалению, это болезнь, что у нас сегодня. Спрашиваешь человека имя сподвижника, он не знает имя сподвижника. Зато спросишь его имя какого-то актера, или какого-то певца, или какого-то игрока, который гоняет целый день за мечом, люди знают. Более того, вешают, их имена пишут у себя на футболках, ходят с футболками, там с рубашками, на которых написано имя Мисси, или как зовут Мисси, Мисси, хорошо, это написано, или еще что-то. Спросишь его, кто такой, как звали Абу-Бакра? Человек не знает, как звали Абу-Бакра, зато у него на футболке Мисси. Это восхищение многобожиим, приспешникам многобожия, это, конечно, никак не совместимо с принципом Валя-Ульбара. То есть справедливость, призыв, добро – это одно, а общение, восхищение, исследование им, и участие в их празднествах, и исследование за их модой и культурой – это совершенно другое. Это маяти, которые перед вами, «Рады Аллаху анхум, раду анхум, Аллах довольны им, и они довольны Аллахом». Здесь мы видим утверждение одного из атрибутов Аллаха Субханава Та'аля. Мы сегодня с вами говорили про тавхид какой, «Аллаху анхуму 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 анхум мы не представляем себе как без вопроса как то же время не искажаем и не отрицаем в отличие от заблудших которые отрицают атрибут довольства и гнева как это аллах довольны гневается это что человек уже отрицают этот атрибут и другие которые нам уподобляют наоборот эти атрибуты атрибутом людей так мы утверждаем аллах этот атрибут потому что сам аллах утверждает его в отношении себя понятно так мы с вами разобрали три вопроса сегодня это вторая часть книги ассаллаху саляму алина мухаммаду али и саби и мае хамдиллахи раббил алимин и алина мухаммаду 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 алина мухамм